Сегодня в вечернем зефире мы поговорим о душевных встречах и о молодости души. У нас в студии серебряный волонтёр Наталья Кондратская. Добрый вечер. Я понимаю, что серебряный волонтёр это от едины до уже возрастной, но то, что вы делаете, это тянет минимум на золото. Несправедливо выскаживаете. Может быть. Есть в этом. Скажите, пожалуйста, вообще, с чего началась ваша волонтёрская работа? Я пришла в 2017 году, увидела объявление о том, что требуются волонтёры в дом для ветеранов, концерт. А так как у меня образование, я закончила наше Владимирское училище культуры, я написала, что я могу прочитать любимое моё стихотворение Евтушенко, сказка о русской игрушке. Меня записали, я должна была ехать к дочке в гости, я срочно всё отменила, я сдала билеты, я готовилась к этому дню. Но вдруг почему-то было очень много номеров, и мне отказали в последний день буквально. То есть я не поехала ни к дочке, ни на концерт. И так было обидно вот почему-то. И в 2018 году, в октябре, я сама организовала там концерт. И когда вот закончился концерт, бабушка одна сказала, вот вы бы почаще приходили-то, а не только в неделе добра. Вы приходите только когда весной и осенью, в неделе добра. А мы так вас любим, так хотим вас чаще видеть. Ну и вот это запало в душу, что я буквально через два месяца родился проект. Я ещё занимаюсь в Народном театре Аперетты. И попросила солистов Народного театра Аперетты поучаствовать в концерте. В январе мы показали в 2019 году концерт. Бабушкам очень понравилось. Голоса, конечно, замечательные у всех. И я сказала, так, теперь мы с вами встречаемся каждый последний понедельник месяца. Запомните, что мы встречаемся с вами. И вот каждый месяц у нас были концерты. В январе это были песни о зиме. В феврале это были песни из кинофильмов, старых любимых кинофильмов. В марте это был, говорит, ко дню, женскому дню, это был вечер романцев. И то есть каждый месяц у нас своя тема. Это песни о лете, песни о школе, о студенческих годах. Когда бабушки же тоже учились в школе, были студентками. И мы вспоминали прекрасные песни их молодости. Они всегда поют вместе с солистами. Я всегда к солистам говорю, вы не обижайтесь, что бабушки будут с вами вместе петь. И тоже солировать. И тоже солируют, да. И иногда буквально солистов перекрикивают. Но это нравится, людям нравится. Я поэтому не запрещаю. И солисты к этому нормально относятся. То есть вот так родилось ваше волонтерское направление? Я свой проект назвала «Душевные встречи». В октябре мы добавили просмотры и обсуждения фильмов, старых фильмов, которые не показывают сейчас, очень мало показывают по телевидению. А бабушке, когда я был, песни из кинофильмов, я задавала вопросы, а некоторые фильмы и забыли. Даже любимые фильмы своей молодости, потому что давно не видели. Надо освежить. Да. И вот с октября месяца мы просматриваем фильмы, обсуждаем их. Вот первый самый фильм был «Девчата», были «Молодые девочки». И мне очень понравилось, что после фильмов одна из пожилых наших жительниц дома для ветеранов посоветовала обязательно иметь красивую подругу. Я вот в своей жизни не поняла, зачем это. Она говорит, ну как же. Вот я познакомилась с Мишей, пошли мы, хорошо он ко мне относится. А увидел, как мою подругу красивее, красивее, чем я, и переметнулся к ней. Значит, не мой, не мой это парень. А вот со своим Петей я посмотрю, говорю, какая красивая у меня подруга, правда? А он говорит, нет, ты лучше, ты красивая. А я даже ее не заметил. Вот и нашла она своего Петю. И молодые девчонки прислушиваются. Вы все время говорите бабушки, бабушки, а дедушки есть? И бабушки, и дедушки есть. Есть бабушки, и дедушки. Это вот с октября месяца мы посмотрим фильмы, а с ноября месяца мы играем в настольные игры. Я очень удивилась, когда пришла первый раз и принесла детское уно. И они с таким азартом играли в это уно, что рядышком мы играли в лото. Они перекрикивали нас. И у них азарт, у них ажиотаж, у них такой настрой был, что мы берем современные игры. Здорово, у нас сейчас много современных игр, поэтому даже лото можно отложить из домино. Чуть они, пускай, популяться, не забудут их. Скажите, то есть вот все, что вы делаете, это абсолютно бескорыстное и добровольное начало? Да, абсолютно, как волонтеры. Мне помогают молодые девочки из Доброштаба Владимирского. Девочка взяла направление по фильмам. Самый бывший руководитель Доброштаба Влад, он проводил настольные игры. А на мне был концерт. Как ваши родные и близкие относятся вот к такому увлечению? Ну, дочка у меня вышла замуж и уехала далеко. И у меня свободного времени теперь блога. Я в дело его. Сегодня для тех людей, которые занимаются вот такими социальными инициативами, открыто огромное поле различных проектов, грандов, субсидий для реализации своих творческих направлений. Вот вы пытались как-то вот сформировать это, оформить, да, чтобы, может быть, получить средства на какие-то вот такие дальнейшие свои задумки? Были попытки? Да, я в этом году, проекты уже идут с 2019 года, и я в этом году попробовала поучаствовать в конкурсе «Доброволец России». Но так как я не умею писать проекты на гранд, я неправильно, наверное, выразила свои мысли на бумаге. Вот. И поэтому я прошла только до одной четвертой, до регионального этапа. И, ну, посетовал, у нас есть беседа в ВКонтакте с «Серебряных волонтеров России», ну и посетовал, говорю, ну вот, ну не умею я писать такие проекты. Как это правильно было? Наверное, я в чем-то ошиблась. И есть руководитель «Серебряных волонтеров Петербурга» Юля Мальцева, и она нам сказала, давайте я вас буду учить, как писать проекты, как цель ставить, какие проблемы выискивать. Мы в этот, на первый соцзавод, социальный завод, по написанию социальных проектов, я не попала, я попала на второй. Неделю, скажу честно, неделю мучилась, сложно было, потому что нужно было осваивать Zoom, я научилась. Нужно было осваивать джамборд, я даже обращалась к молодежи, не все, не все молодежь, не все молодежь, знаешь, что такое джамборд. Мне пришлось это осилить самой лично, и вот неделя нас обучали, и я попробовала подать уже проект свой, улучшенный. Я поняла свои ошибки, которые я сделала, и на улучшенный проект я подала на конкурс именно для «Серебряных волонтеров России» «Молодой душой». Что это за конкурс? Расскажите о нем. В этом году на этот конкурс было подано очень много проектов, 2735 проектов социальных. Со всей России. Со всей России, да. В финал вышли только 64. И эти вот 64 человека должны были рассказывать, в чем же уникальность их проекта, почему его нужно финансировать. Ну, тоже была учеба, потому что мы не знаем, я так же сказала, говорю, я защищала на областном, но я не прошла дальше. Может, какие-то ошибки я допустила и в защите проекта своего, который на «Добровольце России» был. Вот, нас тоже учили, неделю целую учили. Вот, мы защитились пробно сначала перед экспертами, и потом уже 31 августа была защита перед всесоюзными экспертами. И вот из 64 грант получили только 25, ну и я их в числе. Что теперь дает этот грант? Грант дает мне, когда мы проводили викторины, конкурсы перед, перед, и мне хотелось поощрить. Ну, потому что есть активные бабушки, дедушки, которые очень активно рассказывают, и как-то поощрить, ну, сказать спасибо, ну, это мало. Я прописала, что будут подарки, когда мы будем проводить конкурсы, викторины, будут обязательно подарки. Вот, на Новый год подарки, на Новый год стол, чтобы был хороший стол накрыть, чтобы мы посидели с бабушками, душевно посидели. Проект называется «Душевная встреча», это же не только концерты, не только фильмы, но и какие-то посиделки душевные. У меня, когда мы показываем фильмы, были проблемы у одной бабушки, она плохо слышит. А если включать очень громко, то неудобно другим. И поэтому в смете я заложила колоночку, чтобы у меня человек, который плохо слышит, он сел около колоночки, ему было слышно, и было комфортно, чтобы другим это не мешало. Вот, ноутбук старенький в доме, в доме для ветеранов. И однажды что-то там отсоединилось, пришлось нам прервать на часик, девочкам съездить за своим ноутбуком. Ну, то есть, ноутбук тоже заложен в проекте. Вот, поэтому всё уйдёт в дело. Всё уйдёт в дело. Скажите, вот в каждом таком общественном деле, понятно, что ты не ждёшь никакой там зарплаты, да, каких-то там ещё поощрений. Но такие люди, как вы, от других тоже черпают энергетику, да, опыт или что-то ещё. Ну, то есть, всегда это такой взаимный процесс обогащения. Вот для вас такие душевные встречи? Да, что вы там для себя находите? Вот для серебряного волонтёра, как вы, да. Ну, то, что ты приходишь и даришь вот это вот настроение хорошее, оно тебе отдаётся. Вот, когда выходишь и слышишь тысячи спасибо, спасибо, огромное спасибо, на душе очень приятно. Ну, и потом эти вечера, эти концерты, вот эти фильмы помогают тоже и бабушкам. Вот однажды у нас на фильм пришла бабушка, сказал, я маленечко посижу, потому что у меня голова болит, у меня давление. Я, конечно, посадила её и смотрела за ней, как она себя чувствует. Но был фильм «Легенда номер 17». Вы не представляете, она так болела, так кричала, она даже забыла, что у неё голова болит. А потом говорит, ой, а вроде у меня всё нормально, пошла-ка я пообедаю и пойду гулять. Вот, всё, эмоции, положительные эмоции, и забыла про свою болезнь. Наталья, скажите, вот что могли бы сделать горожане, чтобы, объединившись с вами, сделать жизнь дома ветеранов ещё богаче и ярче? Вот достаточно, чтобы это было не раз в месяц, да, хотя раньше говорили про две недели добра в году, да, а чтобы добрыми стало, ну, практически каждый день. Ну, у нас фильмы, показываемые два раза в месяц по субботам, две субботы в месяц, настольные игры два воскресенья в месяц. Так, отлично, уже четыре дня. То есть, то есть, у нас практически суббота в воскресенье у нас заняты, вот, раз в месяц у нас концерты. И в планах, я же человек творческий, я закончила колледж культуры наш, и в планах у меня сделать ещё два направления. Это литературные вечера и музыкальные гостиные. Я обратилась к нашей молодёжной думе, они возьмут, сказали, что поддержат меня, и возьмут на себя музыкальные гостиные. А волонтёры культуры, которые возглавляет Сергей Попов, они вызывают литературные встречи. Так что у меня в этот, не только три направления проект будет развиваться. И поэтому грант может помочь ещё и в других направлениях, вот, и в этих двух новых. Я приглашаю всех. У нас в оперете есть Евгений Костромин. Он выходит, выходит в массовках, и меня попросил, а можно я приду и буду вести этот концерт? Правда, я, говорит, никогда ведущим не был. Я говорю, ну, хорошо, давай попробуем. Если было бы желание. Я написала сценарий, мы с Женей немножко порепетировали, и он прекрасно провёл концерт. Вот как раз мы. В дуэте. Да, в дуэте, в дуэте. Главное желание человека провести концерт, рассказать стихотворение, а тем более, если человек может спеть. Да это всегда мы очень приветствуем. То есть все таланты могут обращаться к вам. Да, конечно, конечно. Кто хочет попрактиковаться, кто хочет вот такого душевного отклика, да, от жителей дома, ветеранов, запросто обращаются к вам. Конечно, конечно. И буквально в следующем месяце они уже в плане, в календарном мероприятии. Да, да, да. Скажите, те, с кем вы работаете, с кем вы встречаетесь, насколько сложные судьбы у них? Ну... Вот кроме вас есть у них ещё кто? Те, кто приходит к нам, наверное, тоже хотят какого-то душевного тепла. Вот актёры в театре Аперетте, мы один ставим спектакль в году. Ну, потому что мы ещё не профессиональные артисты, нам сложно. Мы один спектакль в год делаем, а люди-то творческие, они хотят реализовываться, и мы одного спектакля в год мало. И тем более, если красивый голос. Подарить, рассказать, показать свою красоту своего голоса, показать свой талант. Это же тоже, у меня есть девочка, которая приходит, отпрашивается у начальника, говорит, что последний понедельник сегодня, сегодня у меня в 4 часа концерт, всё, я ухожу в 2 часа, у меня концерт. И представляете, начальник знает об этом, он знает, он даже ей напоминает, Анечка, у тебя сегодня концерт, да, хорошо-хорошо, пойдёшь в 2 часа. Пораньше, да. Это здорово, когда есть такой обоюдный встречный интерес. Спасибо огромное, что сегодня нашли возможность прийти к нам. Конечно, доброго здоровья, доброго здоровья всем, с кем вы работаете, поскольку пока вот есть эта аудитория, да, есть куда свой творческий потенциал реализовывать. Это была Наталья Кондратская, серебряный волонтёр, друзья, но на вес золота. Спасибо. Пожалуйста, всего доброго.